День воскресный, день чудесный. А прямо сейчас я к вам спешу с новым выпуском, суть которого, казалось бы, лежит на поверхности. Но стоит послушать человека, посмотреть, как он размышлял, что он сделал для того, чтобы понять, что суть намного глубже, чем может показаться. Я прекрасно знаю, что подобные выпуски вы смотрите за завтраком, обедом, ужином всей семьей. И начну я с зарисовочки, чтобы придать уюта этому выпуску. Ну ладно, молчать-то я не буду. Но поняли, да, откуда идейка такая? Есть целый формат таких роликов на ютюбе, когда люди уходят в лес. И вот просто молча готовят пищу, разводят костер, бушкрафт, что ли называется. Типа очень нравится людям смотреть в силу того, что атмосфера такая, дождик идет, тишина, спокойствие. Смотришь и отдыхаешь. Я почему-то решил именно такую сегодня зарисовочку сделать в самом начале, потому что, как правило, вы же смотрите видеоролик под обед, завтрак, ужин. Вот и я решил приготовить свое коронное блюдо на костре. Да и в целом, давно хотел снять нечто подобное с точки зрения, знаете, вот обратную связь. Нужно же давать. Я читаю все ваши комментарии, мне много чего есть сказать. Можно записать, сидя дома, как я это иногда делаю, на кухне сидишь, рассуждаешь, общаешься. А можно вот так, создав больший уют, то есть и вы посмотрели, и я высказался, и все в комментариях обсудили. Это Потапка. Помните, прокурор, здоровый Алабай, и жена у него, судья, но это так прозвали вы сами. А это вот родился у них сын, Потапка назвали. Отходи. У меня уже три Алабая. Зачастую приготовление на костре, вот сам подготовительный процесс, нарубить дровишек, заложить все, зажечь первую спичку, звук вот этот, особенно сейчас, обратите внимание, дождичек прям прошелся такой хорошенький. Это, что называется, самый настоящий отдых для души. А? И вот захрустел, а? Захрустел, пошел. Сейчас разбежится. Итак, начало у нас с вами положено. Теперь можно переходить к основной части и объяснять, что вы сейчас увидите. Но я вам так скажу, снимать подобные сюжеты самостоятельно, камеру поставил, прошел, взял крупным планом, это дело такое. Но на самом деле очень приятное, потому что я сейчас что-то делаю, но я прям отдыхаю. Готовить мы с вами будем уху. Это прямо, я бы сказал, это мое королевское такое блюдо, которое у меня получается лучше всего. Оно до боли простое. Я вам расскажу кратенько сейчас рецепт. Вода с картошечкой. Пусть пока закипает, а вы уже как минимум познакомитесь с героем нашего выпуска. А чуть позже мы еще вернемся. Вам приятного просмотра. Димасты, ну такое ощущение, как будто мы приехали больше куда-то в новострой, да? Все строится, все пилится, но в тот же момент атмосферка на детской площадке соответствующая. Вот эти пятиэтажные, как мы там говорим, проперженные, хмурые бабушкины дома, зелень, которая с одной стороны большой плюс, с другой стороны вечная темень, особенно в квартирах на первом этаже. Но мы здесь сегодня с тобой не случайно. Мы сегодня с тобой здесь по бизнесу. Расскажи, пожалуйста, кратенько для людей, вообще откуда ты сам и что тебя связывает конкретно с этим местом, где мы находимся? Вообще сам я из Москвы. Я как бы, ну вроде как коренной москвич. Мама москвичка, папа тоже вроде как москвич. Ну и с Владимирской области родители у него. В общем, в целом-то я москвич. Жил я тоже большую часть времени своей жизни в Хрущевке. И на первом этаже это было около 30 лет я жил. Сейчас я снимаю квартиру. В общем, схема такая, типа хитрого москвича. Я сдаю в Москве, снимаю в Путилкову квартиру. Это что, большая разница получается? За сколько свою сдаешь, за сколько снимаешь? Ну я свою сдаю, грубо говоря, там за 37 двухкомнатную. А снимаю за 33, наверное. Ну в общем, у меня вместе с коммуналкой, если считать плюс-минус, где-то примерно в ноль выходит. То есть, что я там сдаю... Ты сдаешь однушку свою? Нет, я сдаю двухкомнатную в Москве, вот на первом этаже. У меня Хрущевка. А снимаю в Путилково, она типа как евро-двушка. То есть там однокомнатная, но по факту там маленькая комната, спальня и гостиная. Короче, грубо говоря, старую квартиру ты обменял на новую. Ну да. Ну что, доволен? Ну в целом, да, доволен. Потому что приятнее жить в чистом жилье. Я очень такой как-то брезгливый, что ли, вот так вот, наверное. Чуть-чуть такой, да. Я брезгловатый, я не люблю в грязных и вообще таких, как ты говоришь, проперженных жилищах жить. А тут как бы новая квартира. Нам еще повезло, мы со своей мебелью, грубо говоря, заехали. Там человек просто, он сразу сказал, я купил эту квартиру как инвестицию. Ну вот, и сдаю ее без мебели, чтобы у меня как бы, ну, не было тут краткосрочных таких, так сказать. Ну там полгода пожили, типа, и сбежали. Я говорю, нет, мы сразу будем сидеть ждать реновацию, пока у нас не будет реновации. А реновация у нас дом 29-32 года. Так же, как и вот этот дом тоже самое. Было, стало. Ну вот на ваших экранах жилой дом пятиэтажный, только он уже все расселен. Диман, его потихоньку начинают демонтировать и ломать. И людей из пятиэтажки переселяют вот в такую, ребятки, многоэтажку. Сколько этажей, Диман, не знаешь? Не, не знаю. Ну, считайте, друзья. Не считал. Ну, наверное, 20. Двадцать, тридцать, сорок. Ну, я думаю, этажа, наверное, 34. Да нет, 23, наверное. Целый район, короче, можно дома поналомать и построить пару таких свечек. Таким образом, больше места появляется под дальнейшее строительство, но становится более плотная застройка на метр квадратное население. Таким образом, ты в дальнейшем получишь квартиру в новом доме, которая будет стоить дороже, будет по площади больше. Ну да. И, соответственно, либо можно переехать, либо продать, а там уже бум смотреть. Ну, я продать пока не смогу. Она у меня не приватизированная, она по факту государственная. Я просто в найме, она у меня. И как бы у меня прописан там ребенок. Слушай, ну давай, расскажи, где мы находимся сейчас? Это район Северный, Тушино, между метро Сходнинская и Планерная. Улица Свобода, 67, корпус 2. Вот такие вот домики, пятиэтажные, нас окружают. И в одном из этих домов, куда мы чуть позже отправимся в гости, вот твоего друга квартира, вот расскажи вообще эту историю. Ну, это как бы, да, друг, но в большей части мы познакомились на работе, как бы коллеги были по работе. Он уволился и уехал к друзьям на море жить. Это куда на море? Ну, если быть точнее, Тимрюк, это Краснодарский край. Вот, уехал туда жить к друзьям. А эту квартиру как бы он оставил. Ну, выглядело это примерно так. Вот тебе ключи, мне надо 25 тысяч рублей, делай типа, что хочешь. Ну, вот как-то вот так это выглядело. Да вот только выглядело это вот так. 25 тысяч рублей хочу за квартиру в месяц, плюс коммуналка. Как вам состояние? Фильмы ужасов можно снимать. Двушка 44 квадрата с балкончиком. И вот что происходило дальше, вы узнаете после короткой, интересной рекламной паузы. А я прекрасно знаю, что среди вас огромное количество автомобилистов и людей, которые присматриваются к покупке новых автомобилей, в том числе выбирая из огромного количества новинок. И именно одна из таких новинок прямо сейчас за моей спиной, с которой я спешу вас познакомить. С седаном Amoda S5. И абсолютно любое знакомство с автомобилем всегда начинается с его внешнего вида. Безусловно, динамическая интеграция ближнего и дальнего света. Но обратите внимание на ромбообразную решетку автомобиля, которая придает ему более агрессивный и спортивный внешний вид. Автомобиль представляется в различных комплектациях. Так, например, вас может слетить версия с 16-ми или с 17-ми колесами. Обратите внимание на клиренс. Здесь 160 миллиметров. А под капотом автомобиля нас встречает мотор объемом полтора литра, но со своей изюминкой. Потому что он может идти как атмосферный в паре с вариатором, но также можно выбрать версию с турбовым мотором, который разгоняется до первой сотни за 9,7 секунд. Как вам задняя часть? Ну согласитесь, сделано интересно. А еще автомобиль оснащен пакетом зимних опций, включающий в себя обогрев ветрового стекла, заднего стекла, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений. Обратите внимание, что в багажнике сделан механизм, который не сжирает пространство. Таким образом, вы можете его загрузить полностью, и он у вас без проблем закроется. Ну и, конечно же, интерьер. Ведь именно за рулем автомобиля вы будете проводить больше всего времени. Ну зацените, скошенный руль придает спортивности. Дисплей размером 10 и 25 дюймов, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кожаный салон. Люк. Ну как вам в летнюю погоду прокатиться с ветерком на такой машине? Огромное количество различных фишек, которые сделают управление автомобилем более комфортным и безопасным. А еще автомобиль оборудован беспроводным зарядным модулем, который не просто эффективно заряжает ваш смартфон, но и сообщает, если девайс был забыт в салоне. Ну и приборная панель выполнена также на основе мультимедийного дисплея с поддержкой HD, который между собой взаимосвязанное, и все необходимое, естественно, будет у вас перед глазами. Ну и, конечно же, цена. Купить этот автомобиль можно по цене от 2 миллиона 19 тысяч 900 рублей. Ну и, конечно же, у каждого из вас есть возможность познакомиться с автомобилем вживую, записаться на тест-драйв, приехать, потрогать автомобиль, качество отделочных материалов, определиться с комплектацией и принять для себя решение, какую машину брать или и вовсе не брать. Здесь выводы делайте сами. Всю подробную информацию я оставляю по ссылочке в описании, переходите, знакомьтесь. Ну а мы продолжаем дальше. Покажи, пожалуйста, ключики. Вот держишь ты их, и как тебе вообще пришла в голову мысль все-таки начать заморачиваться от этой квартиры? Вообще, что ты подумал, когда вот он тебе говорит, на, бери ключи, занимайся, что хочешь, делай. Твои мысли. Ну все началось с того, что как бы, ну, мы разговорились, в какой-то момент, когда он собрался увольняться, говорит, вот, типа, квартира останется, что делать с ней? Ну вот, ну я им сказал, я говорю, слушай, я говорю, у меня, ну, такой жизненный опыт был, свой. Я тоже, как бы, родом, грубо говоря, с Хрущевки, но я ранее рассказывал уже об этом. И меня тоже жизнь, как бы, грубо говоря, заставила сделать ремонт и сдать квартиру нормально, потому что я сначала сдавал ее посуточно, хапнул нормально геморроя с ней, ну вот, опыт был не очень удачный, потому что я хотел забить, перебить, точнее, всех конкурентов ценой, но, соответственно... Ну вот давай на этом акцент даже сделаем. Ты начинаешь сдать квартиру посуточно свою? Сначала, да, я сдавал ее посуточно. Даешь самую низкую цену, и что это за контингент, что там тебе с квартирой делали? Ну, какие-то люди сначала нормальные были, когда вот только-только я там чуть-чуть подмарафетил, грубо говоря, еще более-менее там какие-то нормальные люди приходили, там, с детьми, ну, буквально через, наверное, месяца два уже все началось, уже все подряд уже там, кто из стран СНГ, из других стран. Короче, бордель. Да, и уже они там устраивали такой там кипиш, то есть ты приходишь, а там, ну, все разбросано, все в грязи, в волосах и так далее. То есть это... На основании этого продолжали? Да, я понял, что, как бы, да, посуточный бизнес поинтереснее, потому что там выхлоп больше, вот, но чтобы не страдать головной болью, проще просто сдать на долгосрок, вот, что, собственно, я и сделал. Подмарафетил опять же, опять вложил немного денег, ну, не столько, сколько сюда, гораздо меньше, потому что у меня на тот момент были свои тоже трудности, в общем, какие-то копейки я, в общем, вложил туда, более-менее сделал и сдал. Ну, а здесь у нас квартира двухкомнатная, на втором этаже, с балконом, окна выходят на другую сторону. Да. Ты получаешь ее в убитом состоянии, принимаешь решение, что ты сделаешь легкий марафет. Ну, да. Давай отправимся в гости, покажешь вообще, как она выглядит, эта планировочка, и как раз нам уже в цифрах расскажешь, сколько у тебя денег на нее ушло. А дальше мы, так сказать, изюминку, что началось ровно в тот момент, когда ты ее публикуешь на предмет сдачи, в аренду, какая движуха пошла. Ну, да. В силу того, что я всегда читаю ваши комментарии, мне почему-то кажется, что я уже вижу комментарии к этому выпуску. Так, например, кто-то напишет, вот у него друг с квартирой, а ты покажи, где такого друга взять, который согласится на всю эту, назовем ее, авантюру. А я вам отвечу, ребята, искать самостоятельно. Сюжет, который мы вам показываем, это зарисовка и жизни. Вот, человек устроился на работу, трудится, появляются новые знакомства, коллега, дружба. В процессе общения выясняет, что он уезжает и, соответственно, с квартирой нужно что-то делать. Квартира, как я вам показал, она действительно была в убитом состоянии и далеко не каждый вообще согласится ей заниматься, заморачиваться, старайтесь свое время. Значит, что у нас здесь? Уже подходит наша картошечка, пена уже начинает образовываться, а сейчас я вам расскажу, что мы будем добавлять следом, когда она у нас закипит и подойдет. Ксамый момент добавлять рыбку. Смотрим. Что у нас здесь? Ну, для того, чтобы процесс шел вообще шикарно, чай черный с лимончиком и сахаром. Идеально. Далее. У нас сейчас закипает картошка, после чего мы будем добавлять рыбу. Купил свежую рыбу, карп, жирненький, хороший. За основу для ухи мы берем голову, хвост и немножко брюшка. Это будет у нас вторым. И после чего мы добавим уже, скажем так, на финише вот такой набор. Лук, помидор, зелень, перец, соль, лавровый лист. Все. Никакие 50 грамм мы не заливаем. Никакой уголек мы не бросаем. Вот это вот простота, которая... Ах! Когда мы сварим, я вам покажу бульончик. Посмотрите, попробуем, вы офигеете. Цена вот этого блюда, ну смотрите, карп был прям очень большой, 750 рублей. То есть еще от него осталась тушка. Можно, например, даже было бы и пожарить так вот в панировочке. Овощи, ну давайте так, округлю, короче, 1000 рублей. За все про все с картошкой у нас получится целая кастрюля вкуснейшей ухи. Продолжаем. Слушай, ну ты чувствуешь себя, знаешь, таким рантье, что у тебя арендный бизнес, объекты в доверительном управлении? Я только начал, если честно. а основная работа какая? Слушай, ну я вообще водителем работаю. Ну таким. Неделя через неделю или как? Не-не-не, я работаю два дня в неделю. Ну как бы вообще по идее двое суток в неделю. То есть сутки двое, сутки трое. Ага. Вот. Я, кстати, тебе как-то писал, я хотел рассказать про этот ролик, но меня запретили на работе рассказывать, я не могу ничего не рассказать. Короче, останется у нас такая некая тайна. Ну типа того, да. Просто работаю водителем. Ну таким, не совсем простым, но тем не менее. Итак, друзья, мы заходим в гости и прямо сейчас вы увидите квартирку, которая была совсем убитая, но сейчас она сдалась в аренду по интересной цене. Ну что, твои поместья? Ой, ну да. Слушай, ну ты, конечно, хитрый ход сделал. Короче, друзья, обратите внимание, я вам покажу сейчас много перебивок, то есть квартира была совсем убитая. Ну рассказывай, что вообще делал? Ну, во-первых, сначала мы выносили мусор отсюда, вот я с товарищем, он мне помогал. Я не знаю, я ебать, Денис, ты переезжаешь, что ли? Да, много тут, бля, говна. Ну, пара дней мы, наверное, вытаскивали, даже, может быть, три дня вытаскивали мусор отсюда. Здесь было очень много всего, то есть здесь, ну, как бы, сейчас тут можно до чего-то дотронуться, а когда я первый раз зашел, я даже не то, что что-то трогать, мне хотелось выйти уже скорее. Здесь, ну, посмотрите фотографию, здесь можно было реально третий Сайлент-Хилл, наверное, снимать. Потом вторая стадия была, старую мебель пораздавали какую-то, ну, что-то тут было, этого не сделать. Вот, и все это мы выкидывали, повыбрасывали, поотдавали. У нас сегодня свежая проводочка, кинутая поверх стен, то есть никого там не зашивали. То есть это все максимально бюджетный вариант. Да, да. Вот это вот покупалось, или это все, что оставалось? А, вот сделал. То есть таким образом, друзья, стиль лофт, правильно? Типа того, да. Современный у нас стиль лофт, чтобы вы понимали, в квартире сейчас такой ярко выраженный запах краски, то есть, чем-то он даже напоминает, навьем. Ну да. Так, ну что, открывай первую дверь, санузел. Что с ним делал? Он раздельный. Здесь, ну, соответственно, я мог себе позволить поэкспериментировать за свои же деньги. Значит, здесь были типа обои, еще что-то. Я все это отрывал, отштукатурил. Это декоративная штукатурка. Сюда ушло, ушла, короче, ровно ведро штукатурки ушло, декоративной. Вот. И, собственно, покрашено. Стекла, да, тут нету, но надо будет поставить. Вот эту полку деревянную я тоже сам делал, но все вот эти полки деревянные, все вот это вот в таком стиле, это мне посоветовала сделать жена. То есть, она мне показала, как вот такие вот полки были бы хорошие. Ну, в итоге я сделал это. А дело-то где? Закрывай. Здесь. А, прямо тут, да? то есть, в процессе ремонта все. Так, санузел первый ясен, дальше ванна. Второй ванна. Друзья, вот обратите внимание, да, еще в силу того, что как бы дом относительно старый, как они относительно, а старый. Ну, да. Вот. Окна внутренние, чтобы света было побольше. Ванна, конечно, не прям вау, большая, но для основной задачи помыть руки, помыться, искупаться, как хотите, как правильно там. стиральная машинка есть. Вот давай еще сразу по ходу движения. Ванна, понятное дело, оставалась, душ оставался. Но стиральную машинку, например, ты покупал. купил. На авито. Душную взял. А мы вам чуть позже озвучим все цифры, сколько это стоило. Давай, на кухню. Возвращается человек домой с работы, надо идти готовить еду. Что сделал с кухней, что здесь новое, что оставалось? Здесь все было подчистую зачищено, ну то, что было, то, что вернее, смогли оторвать, то оторвали. То, что не оторвалось, закрыли вот этими панелями. Вот эти панели, они были, я их не покупал, то есть они были на самой квартире. Вот из этих панелей я смастерил вот такую вот стену и фартук тоже, соответственно, сделал. Слушай, ну по первым ощущениям, да, сейчас как ходишь, ну понятно, дело так, назовем его, глубокий, косметический ремонт, чистенько, так приятно, ты когда тут все отрывал, отдирал. Ну это главное чисто, да. Ты мне скажи, тараканов-то что, находил? Нет, слушай, нет, один был, вот один, я его придавил, и все, на удивление, я удивился сам, не было тараканов. А еще какая-нибудь живность, клопы, например. Нет, ну слушай, пауки тут лазают. Пауки. Пауки, да. Ну говорят, пауки к деньгам, поэтому... Да, ну понятно. От раканы к большим деньгам. Ну может быть. Так тоже говорят. Крыса, это значит яхта будет. Ну и крыса, да. Так, кухня, смотри, небольшая, что еще подкупал на кухню? На кухню, ну, во-первых, эта столешница покрашена, сначала я сделал самоклейкой, ну вот, но она оказалась тонкой, и в итоге все просвечивалось, ну и в общем она вообще непрочная, да, она непрочная была, пришлось все переделывать, еще она такая липкая была, я тут намучился с ней отрывать этот клей, в итоге кое-как я это все сделал, зачистил растворителем, помыл, и в итоге покрасил ее. С кухней тоже, это вот, жена все советовала, вот эти вот ручки, я ее разбирал, практически полностью, ну то есть все двери снимал, красили, покупали, ну эти ручки устанавливали, и все это, собственно, обратно собирали, ну и еще она была, как бы, там уже такое ДСП, уже все старое, ну вот, пришлось стягивать, вот, если вот здесь можно посмотреть, вот тут я стягивал, вот этими уголками, и теперь это намного прочнее все. Ну и короче, кухня теперь у тебя не ходит. Значит, а сколько помню, ты подкупил еще микроволновку? Да, микроволновку, да, все на авито покупал. Микроволновку был? Стол, да, реанимировал, потому что он был полностью загаженный, я его зачищал шлифовальной машинкой, и табуретки тоже. Одну табуретку, кстати, была одна табуретка, вторую табуретку я нашел на авито, на удивление, она была какая-то одна, где-то женщина, продавала ее за 700 рублей, что ли, я уже не помню. Ну и в итоге я такой думаю, о, такая же, такая же, не, она такая же, смотри, смотри, я просто говорю, стиль, это подход такой, знаешь, как бы нашел одну, но зато теперь у тебя комплект, смотрится даже круче, нежели чем она была бы вторая, какая-нибудь новая, ну короче, было бы не то. Друзья, значит, второй этаж, окна на задний двор, вот такая картина, можете посмотреть, тишина, во дворе вот машины ездят, но двор, откровенно говоря, старый, то есть, да, тут уже выводы делайте сами, но в тот же момент, вот, как многие любят, кто-то не любит, тенистая местность, сидишь, все, природа за твоим окном. Пойдем дальше, в первую комнату, получается, маленькая комната, это спальня назовем ее, квартира, я так понимаю, 44 квадратных метра, в силу того, что раньше плюс-минус такие квартиры были. Вот ты мне скажи, единственный момент, вот это ты, что-то не доделал-то, провода твои, не, слушай, это, короче, здесь, вот этот провод, это просто сердце этой квартиры, так сказать, на этом проводе было подключено вообще все, все розетки, все это, сейчас этот провод, он идет только на одну вот эту розетку, и я просто не успел еще вызвать электрика, вот, и, ну, сегодня сейчас вызову, это дело он уберет, то есть, я вот это смогу уже убрать, этот провод, вот, он подключится розетки, это на розеточную, то есть, я вот там сделал щиток, один на свет, второй на розетке, вот он придет, подключится розетки, и все, этот провод можно будет целиком убирать, и здесь замазывать, и подкрасить. Ну, давай показывай, смотри, получается вот это вот, проходи в комнату, вот это вот все, планировка изначально, как дом построили, то есть, вот шкаф, который мы сейчас видим, встроенный, это был непосредственно, когда ты сделан, скажем так, от застройщика, ну да, наверное, ну, друзья, посмотрите, стульчик, это чей стул-то? Ну, это был здесь, был, осталось, вот я только штангу эту сделал, внутри, а так больше я там ничего не ел. короче, встроенные шкафы, под хранение вещей, как бы, в любой квартире всегда пригодится. Далее, здесь мебели нету, и, насколько я знаю, здесь будет проживать парень, ну да, с мамой, ему 15 лет, то есть, комната это будет его. Ты, когда они заезжали, они что сказать, мебель сами все принесут? Да, нет, я сразу сказал, что квартира сдается именно в таком виде, в котором она есть, и все, она ее все устроила. Так, ну смотри, то есть, в этой комнате, получается, ты так же покрасил стены, кинул, линолеум или он был? Нет, линолеум здесь был, плинтуса только перебрал, потому что они были не закреплены, я их все проперфоратил и прикрепил. Подкрасил окошки. Ну да, чуть-чуть так. Потолок побелил, соответственно, люстру провел, лампочку одну такую. А там что-то с патроном там надо смесить. Понял, пойдем дальше. Далее нас встречает зал, который как раз таки, прям вот, зал, гостиная, ребята, как вам нравится больше? Вот он прям такой стиль лофт, как мне кажется. Наверное, да. Ну, его, понимаешь, еще можно доработать, если стены взять, там не просто белые сделать, какой-нибудь под кирпич, еще что-нибудь. Что я здесь делал, какая мебель, откуда, чего давать. Так, здесь осталась старая, только кровать и все. И полы. А, вот с полами, полы я вот лаком покрыл, вот, до этого они были в краске, ну, вот эта старая советская краска, вот эта вот такая бордовая. Я брал машинку на прокат, где-то дня три, наверное, что ли, такая паркетная, паркетная шлифовальня, или как она, в общем, туда наждачка засовывается, там такой барабан крутится, и вот, короче, как satisfaction едешь, зачищаешься. У меня есть видео, кстати, можно будет в этом прикрепить. Это мне друг посоветовал, он говорит, зачем, я хотел сюда изначально ламинат постелить, но друг сказал, он говорит, слушай, а что, тут деревянный нормальный пол, просто его зачистить и все. Ну, я, конечно, с одной стороны, пожалел, когда связался с этим делом, потому что машинкой я счищал, но так как он неровный, машинка неровно не все счищала, в итоге это все продлевалось очень долго, и тут очень шумно было, я думаю, тут соседи просто вешались, когда я включал эту шлифовальную машинку. Ну, и изюминка еще квартиры, это балкончик, небольшой, но возможность выйти на свежий воздух, друзья. Балкон пока у нас загроможден остатками строительных материалов, соответственно, можно будет скинуть, ну, и как минимум, что на этом балконе делать, в теплую погоду, посидеть, чай попить, вещи сушить, ну, и в целом, выйти на воздух всегда хорошо. Обратная связь, это всегда очень важно, поэтому вы пишите обязательно в комментариях, как вам такой вот форматик. То обычно я бывает, делаю комментарии, сидя за своим рабочим местом из дома, а тут вроде как и материал отснят, и монтажик есть, и, ну, как мне кажется, уют, это тоже важно, чтобы вы смотрели, получали полезную информацию, какое-то удовольствие, нет напряга, хотя бы на нашем канале можно посмотреть что-нибудь душевное и, как мне кажется, взрослое. Тем временем, картошечка наша закипела, погода, конечно, я вам скажу, не балует, только вышел готовить, дождь начинается, камеру расставлю, дождь, убираю камеру, дождь прекращается, и вот так вот до бесконечности. Короче, смотрите, дровишки у нас потихонечку уходят, картошечка подошла, закидываем рыбку, соответственно, продолжаем варить ее, ну и дальше у нас останутся только зелень. Получится, друзья, я вам говорю так, прям можете смело собираться, ехать в магазин, покупать живую рыбу, подготавливаться и отправляться куда-нибудь в лес, в парк, куда угодно, где можно костерчик развести и повторить этот шикарнейший рецепт. Давай поговорим теперь о сроках. Вот ты принимаешь решение, что будешь делать здесь косметический ремонт, и ты делал в принципе львиную долю сам. Кто тебе помогал, на каких этапах и самое главное, сколько заняло время от и до? Так, ну давай начнем с чего началось. Вообще он уехал в феврале, вот, оставил ключи и как бы, ну я у него спрашиваю, я говорю, что делаем-то? А он говорит, ну денег нет, надо что-то делать. Я говорю, ну вынеси мой мусор, а дальше-то что? Он такой, ну вот надо что-то делать. В общем, он морозился-морозился, то ли стеснялся сказать, то ли еще что-то. Я говорю, слушай, давай сделаем так. Я вкладываю свои деньги сюда, ну вот, ну первые там 2-3 месяца, мы просто рассчитаем, первые 2-3 месяца, я просто буду деньги забирать себе, в счет погашения долга, грубо говоря, а потом мы уже как бы будем рассчитываться за саму проделанную работу и за саму идею. Ну на что он сказал, ну давай-давай попробуем. Окей. Ну все, тогда и погнали, что? Ну это все тянулось где-то до мая месяца примерно, пока в общем раскачались, пока туда-сюда, лето началось, думаю, ну надо делать, что? Ну в общем понеслось потихонечку. Сначала медленно, потом побыстрее, потом совсем уже все быстро пошло. Ну и сколько в среднем времени-то ушло? Ну смотри, я составлял, мне просто не взял с собой тетрадку, я писал в общей сложности, с утра, ну где-то часов 10 я просыпался, туда-сюда, кофе попил, сюда приезжал и до 9 вечера, наверное, я здесь был. Ровно 37 дней полных я здесь был. Вот ты делал все один, то есть тебе помогали только на этапах там мусор выносить и тебе... Ну да, какие-то помощь была, минимальная, то есть, ну вот по поводу проводки, я тоже у меня коллега с работы, он занимался ремонтами, ну вот, я его попросил, я говорю, Сереб, ну давай сделаем проводку, ну вот, ну тем более, наш тоже общий, получается, знакомый, ну окей, хорошо, ну приехали, два дня в итоге мы с ним ковырялись в общей сложности, ну сделали всю проводку, провели ее новую. Договоренности с другом все устные? Да. Нет подозрения, там мысли о том, что ну устные договоренности, это сегодня так, завтра по-другому, послезавтра это по-третьему? Да нет, вроде я как-то в людях вроде как разбираюсь, если честно, ну хотя бывают, конечно, нечестные люди, но этот данный товарищ, не думаю, что будет как-то. Короче, ответ первый, договоренности устные. Ну да, договоренности устные. Сколько денег ты считал у тебя ушло вот на эту косметику? Покрасить стены, вынести мусор, поменять проводку, что-то местами купить с авито, в том числе дерево для полок ты покупал? Я вот буквально вчера считал, ему отправлял это все, потому что ну очень быстро все с квартиры произошло, быстро ее сняли, ну вот. Считал я 129 700 рублей, короче. от и до вообще просто, вот всех живых денег, которые были потрачены, вложены, взяты там взаймы и заплачены за работу и так далее. Изначально он хотел 25 тысяч рублей за квартиру плюс коммуналка, это отдельно. Ну да, да. У тебя мысль была, насколько я знаю, первая, попробовать сдать ее за 35 тысяч уже со сделанным ремонтом. Ну да, да. Ты решил обыграть немножко и выставил цену какую за эту квартиру? 45. Это ты сделал буквально, вот на момент съемки одна дата, ты это сделал буквально вот на прошедших выходных, отфотографировал. Я сделал это в субботу ночью. В 2 часа ночи в субботу я выложил, оно было на проверке, как я понял, до 6, наверное, или 7 утра. в 9 часов начался хаос. Ты пришлешь нам вот этот скрин, который ты посылал. Это обитный хаос. И я пришлю скрин, сколько в итоге, наконец, в общем, в 4 часа дня квартиру уже. Я вот закрыл объявление, в 4 часа дня у меня было почти 900 просмотров, из них около сотки, наверное, в любимые добавлено. Ну, что-то такое. Я врать не буду, я пришлю скрин. Ну, и свыше 10, а то, может, и 20, или сколько человек. Там человек 30, наверное, позвонил. Готовы уже? Было ли они смотреть? Они прям как лошади, которые уже бьют копытами, давайте быстрее. Ну, ты охренел? Да, да. Это было впервые. Я когда на Рязанке сдавал свою квартиру, ну, был ажиотаж, но не такой сильный. А здесь прям просто сорви голова. То есть, получается, приходят люди, 2 человека. Я сейчас тебе еще расскажу, как это было. Ну, в общем, это было, ну, вчера, вчера это все произошло. Утром, сначала утром мне позвонил человек, а можно я сейчас приеду, посмотрю? Ну, давай, окей. Приехал молодой парень, такой вот, зашел, посмотрел, он, видимо, не понял прикола, такой, ну, типа, что-то непонятно. И первое, что он спросил у меня, можно здесь обои поклеить? Я говорю, ну, в принципе, если хочешь, клеи, конечно, обои, но смысл какой в обоях? Ну, что-то он так, то ли он постеснялся, то ли еще что-то. Ну, ладно, я говорю, если что, перезвонил, я говорю, ну, окей. До двух, наверное, звонков 30, точно было, если не больше. Вот, и все, вот, сейчас, 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 я говорю, вот, после 15.00 приезжайте, пожалуйста, в порядке живой очереди. Одна девушка такая спрашивает, а в смысле в порядке живой очереди? Я говорю, ну, просто такой ажиотаж, я говорю, вы уже 20-й, наверное, кто у меня хочет посмотреть? Она такая, да, ну, ладно. Если, говорит, будет висеть объявление, то я, говорит, типа, приезжайте. Я говорю, ну, пожалуйста, приезжайте. Ну, я почему-то был уверен еще с утра, что она уйдет именно сегодня и почему-то именно за эти деньги. Вот. Ну, и в итоге, я приезжаю в 3 часа, только-только еще начинает дождик начинаться, вот, и я подъезжаю к подъезду, я понимаю, что я никогда не видел там столько народу. Там человек 7 стоит, прикинь, короче, все ждут меня, они даже не знают, как я выгляжу, я откуда велосипед такой подъехал. Я говорю, вы по квартире? Они такие, да, да, да. Я говорю, ну, пойдемте. Ну, первые трое, короче, зашли. Я говорю, давайте сначала вы, потом вы, если что. Более того, люди, люди работают в этом плане даже более профессионально и строят из этого бизнес. Ранее мы снимали выпуски, где люди рассказывали, что вот, как раз, брали специально квартиру в аренду убитую, заключали длительные договора, прописывали все риски, обязательства, делали тот самый косметический ремонт и вот с каждой квартиры там по 15-20, а то и 30 тысяч рублей в месяц зарабатывали на так называемую, ну, пересдача, субаренда, как угодно ее можно назвать. Так, например, в нашем ключе эта квартира сдается на месяц, а некоторые заморачивают, создают посуточную, создают там койки места, все, что угодно. С одной стороны, это можно отнести к негативу, с другой стороны, вот так вот люди зарабатывают. Кто успел, тот и взял, грубо говоря. И девушка какая-то, ну, девушка такая походила, посмотрела, что-то, что-то носом поворочила, такая, нет, что-то не то. И дверь, ей не понравилось, короче, она так отреагировала, дверь в ванную открывает, она скрипит. Она такая, не, что-то какая-то фигня, я, пошла отсюда. И вот остались эти двое, студент и вот эта женщина. И студент такой, ну, в принципе, говорит, все, нормально, а можно разбить последний платеж на две части? И вот эта вот Виктория, которая женщина такая, а я, говорит, сразу за два месяца заплачу. Ну, как бы, порядок в селении всегда какой, первый и последний месяц, ну, она такая, ну, я такой стою, думаю, блин, сейчас, наверное, драка начнется, что-то интересное будет. И этот студент такой, не, говорит, мы уже, не осилим, я говорю, блин, ну, почему такси закончилось? Ну, в итоге, она забрала, сразу 90 тысяч отправила. Ну, и, судя по всему, за вот этот стол вы садитесь, у тебя уже подготовлен договорчик, ну, да, расписывайтесь, 90 тысяч твои, это, можно сказать, уже 80 процентов от вложенного в эту квартиру, ты отбиваешь вот так вот. Ну, да. Ну, в шоке был? Ну, честно, в приятном, да, удивлении. Ну, я был уверен, что она уйдет. Самое, что интересно, друзья, смотри, вот у тебя квартира, по сути, такая же, 37 ты ее сдаешь, а здесь, мы уже мысли пошли, свою чуть подшаманить, и тоже сдать подороже. не, на данный момент нет, потому что там больше геморроя, на самом деле, там еще все плачевнее. Тут, чем плюс был, вот эти вот стены, они, в принципе, они уже были голые, их только зачищать, а у меня там и плитка, и еще что-то там наложено, это, Диман, ну вот скажи мне, смотри, сколько вот у тебя зарплата, ты можешь ее озвучить просто, по твоей основной работе? основная работа у меня, я, нет, 40 тысяч у меня, грубо говоря, если взять все вместе за год, вот разделить на 12 месяцев, 40 тысяч. И здесь получается, ты вот таким нехитрым способом, но опять же, это нужно было встать с дивана, заиметь друга, который согласился, да, и ты уже получается 50% в месяц имеешь, как бы на том, здравствуйте, первое число, время платить за квартиру. Ну, я же не всю жизнь так буду получать, а только вот какое-то время, и то это, потому что он своих денег не захотел вкладывать, грубо говоря, я все за него сделал, он только отдал квартиру, и все. Ну, а у вас двари у нас какие, смотри, вот допустим, пройдет, мы договорились как, изначально я говорил ему сразу, я говорю, хотя бы за 35 ее сдать, потом я уже смотрел, я параллельно всегда мониторил рынок, я думаю, блин, может быть за 40 попробовать, хотя я был вообще не уверен, и, ну, как бы я отталкивался от его суммы, вот это, в это 25 тысяч, ну, в том состоянии, в котором она была, и, как бы, ну, я думаю, ладно, 25, и там хотя бы если 15 я буду сверху получать, там, пару лет, это нормально, вот, а тут получилось так, что теперь я 20 получаю, в итоге, ну, помимо того, что я сделал это все, я вложил свои деньги, свои силы, средства, так я еще это и, ну, и продал этот товар, ну, грубо говоря, за 45 тысяч в месяц. Но друг не планирует квартиру-то продавать, то есть, все нормально, как бы она стоит, как бы условно, пассивный доход приносит, и ему, в том числе, и тебе, он на море, ты за квартиру смотришь, то есть, так-то это красота. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени, а многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония Юи создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль, от отслеживания источников рекламы до записи разговоров. Юис разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик, настройки виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке, платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс, а подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом Юис, где он ответит на все ваши вопросы по ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде 1000 рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. Юис ждет вас в описании. Ну что, есть те, кто выпуск уже смотрит ради вот этих вставок и посмотреть, что же получится на выходе. Под лежачий камень вода не течет. Вот, встал с диванчика, руки применил, немножечко денег вложился, потому что по факту 129 700, ну это, ну, косметика. Тем не менее, вы видите, какой всплеск у человека на это жилье произошел. Первый посмотрел, не понравился. Второй буду, но не хватает денег на залог. Третий снимают сразу. Значит, добавляем нашу заправочку, которая сейчас и без того шикарному аромату придаст просто божественный. Будет вкусно. Слюни текут уже. Все ждут уху. Все знают, что это будет такое, потому что мы сейчас все сварим, дадим ей немножко постоять, и потом, что называется, будем снимать пробу. Вот здесь у нас финальный этап. И, собственно, давайте по сюжету тоже приближаться к логическому завершению. Хотел превращать твою передачу в поле чудес, но никто тебе не дарит подарки за то, что ты приезжаешь, а я буду первый, кто подарит тебе подарок. Это... Ну, неси. Ну, это мое хобби. Давай. Что, друзья, заинтересованы? Нет. Я знаю, что ты как нормальный ровный пацанчик мечтаешь о BMW. А это вот... Часы, короче. Часы в стиле BMW. А из чего ты их сделал? Это корзина. А, то есть ты взял запчасти, короче, и сделал. Родя, зацените, а. Тяжеленько, блин, смотри. Ну, это уже оригинальные запчасти. Качнуться еще надо будет, чтобы так вытаскать. Спасибо, Димон. Слушай, ну, ты удивил. Реально, как минимум, ты удивил. Я еще, ну, у меня еще, помимо часов, я делал кресло, стол, еще что-то. Я могу тоже это, ну, фотография покажешь. Ну, вот. У меня был заказчик, он просто увидел часы, я выкладывал на Авито тоже, ну, вот. У меня был заказчик, мужик, короче, у него своя мастерская, Харли Дэвидсонов, ну, вот, он такой, типа, ну, он говорит, а можно, говорит, сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, ну, в теории можно попробовать. Давайте, говорит, и заказал. Два кресла из шин, потом стол, тоже там шин, диск, кардан, вот, часы такие, ну, я имею в виду такого плана. Ну, вот, за все он отдал, вот, это было, наверное, года 4 назад или 5, 37 тысяч, что ли. Ну, на то время это было, нормальные деньги были. И, ну, потихонечку я делаю, когда у меня время есть свободное, я... А ты продаешь их через Авито? Да, я на Авито их выкладываю. Ну, как только забирают какие-то, ну, вот, как партию забирают, я новую делаю, партию опять ее выкладываю. Ну, то есть, это так, чисто хобби, который может принести денежку. Ну, да, да. Диман, ну, смотри, мы с тобой все, уходим, квартиру ты закрываешь, людей ты уже видел, они здесь, это возле квартиры, да, возле дома ходят? Да, они в магазин пошли. А, то есть, они все, короче, сейчас в магазин и уже дальше... Ну, мы договор записали с завтрашнего дня, вот, потому что сегодня еще надо доделать моменты по электрику. А, то есть, ты сегодня будешь доделывать? Да, я еще буду электрика вызывать сейчас. Ну, вот, и вот эту дырку надо будет заделать, ну, и все. И на этом финише завтрашнего дня люди начинают жить. Да, да, да. Ты-то сам, вот, смотри, получается, живешь и в пятерке, да, у тебя такая же была, и сейчас ты живешь в новострою. Да. Ну, для тебя прям такие жирные плюсы новостроя, помимо того, что чисто новое все. Слушай, ну, у меня, вот, где я сейчас снимаю квартиру, у меня много плюсов там. Во-первых, парков под шлагбаумом, она, типа, дом считается, ну, типа, комфорт-класса. Ну, вот, потому что на другой стороне, там, я бы туда не поехал жить. Там тихий ужас. А здесь, как бы, ну, во-первых, этаж высокий, у меня панорамное остекление, вот, да, по квадратным метрам она такая же, как и моя двушка в Хрущевке, вот, но она только однокомнатная. Ну, и то, что, да, новая, и со своей мебелью мы заехали, то есть. А вы же двоем с женой? С ребенком. А, ребенка, да. А ребенка сколько лет? Три. Нормально? Хватает места на всех? Ну, пока хватает, да. Или уже есть мысли переезжать? Нет, есть мысли, сейчас, если будет второй ребенок, то уже, конечно, придется. Слушай, давай кратенько, просто, вот, можешь размыто ответить, ну, как угодно. Вот люди будут смотреть, сейчас скажут, так, ну, 20 тысяч хорошо, зафиксировали пассивный доход, 40 у тебя есть, типа, и того сейчас 60. Жена у тебя пока не работает, а с ребенком сидит. Ну, да. Ну, а чем ты еще зарабатываешь? Что-то тебе, колым, смотри, есть ты вещи подобные делаешь. Ну, да. Ну, все равно, копейка какая-нибудь. Ну, бывает, да, капает. Да там, то там, то сям. Кто-то запчасти, например, заказывает, бывает, я знаю, где можно какие-то запчасти найти там. Короче, шевелишься. Ну, да, да, да. Ну, ты жалуешься? Можешь поплакать скотиной плохо вообще. Слушай, нет, у меня масса свободного времени, ну, вот, помимо первой основной работы. А эта основная работа моя, она, ну, такая, она официальная, во-первых. Во-вторых, у меня там все потихонечку капает, ну, вот, выслуги и так далее. А здесь я уже, как бы, ну, шевелюсь, как хочу. Что хочу, то и делаю. Я сам себе хозяин. Нет денег, пошел, заработал. Ну, а есть деньги, ну, сижу, кайфую, все. Поехал, поотдохнул куда-нибудь. Ну, короче, ключевой момент, просто, который я, зачем я тебе вообще это спрашиваю, в целом общий настрой, позитивный, негативный, то есть, знаешь, бывает так, что люди ничего не делают и еще жалуются, что деньги. Ну, негативить нет смысла, потому что негатив, он порождает новый негатив, и ты в итоге катишься в пропасть. Да, я знаю, это тяжело, потому что у меня много, на самом деле, в жизни было негатива и много плохих эмоций, так сказать, но я всегда стараюсь мыслить позитивнее, вот, потому что без позитива можно пойти сразу в ящик собирать и все. И так, друзья, наш выпуск приближается к завершению. И ушица наша тоже подходит. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот сейчас самое такое будет. Я специально всегда оставляю чуть-чуть крышечку приоткрытой, потому что мне кажется, что вот этот дымок, он попадает. Понимаете, да? Пища с костра, она всегда будет вкуснее, нежели чем то же самое приготовить дома на газу. Рецепт простой, можно сделать, но вот природа, костер придает этому свои изыски. Ну что, сейчас мы с вами будем вскрывать. Просто посмотрите на это, а? О-о-о-о! Ребята, посмотрите, как вам бульончик-то? Ну просто видно сразу, да, что он насыщенный, вкусный. И ничего лишнего, подчеркиваю. Вот такая кастрюля с шикарной ухи, тысяча рублей. Пробуем. Так, ну просто начнем с бульончика, друзья. Ну запах это просто шикарный. Словами не передать. Вот сейчас она постоит чуть-чуть. Далее. Свежий черный хлеб, подчеркну, кашистский хлеб. Невозможно найти в Москве реально вкусный хлеб. Вот здесь, когда он прям свежий, он просто вот такой. Хлеб, зелень, ушица, рыбка. Это будет лучшее блюдо. Обычно еще бывает пару пал... Вот прям слюни просто текут. Пару палочек шашлыков пожарим, но сегодня без него. Вот, уха. Что я хотел сказать этим сюжетом? Вот, есть желание. Знакомство правильно используешь, работаешь, двигаешься. Там пассивный доход у человека теперь 20 тысяч рублей каждый месяц. Так более того, дом попадает под реновацию в 2029 году. Короче, ближайшие 6 лет. И люди квартиру продавать не собираются. И он будет получать. Конечно, можно написать и предположить. Завтра им дадут пинка и сами будут сдавать без него. Всякое может быть. Тут уже, как говорится, договор. Либо на честном слове. Сами прекрасно понимаете, как это может произойти. Но сам смысл в том, что вот так вот люди берут из каких-то вот старых убитых квартир. Подшаманили. О, видал? Вот это лучше не расслабляться. В общем, говорить больше нечего. Вы все прекрасно поняли. Ссылочка на спонсора видео в виде Амоды С5 ждет вас в описании. Переходите, знакомьтесь. Если вдруг автомобиль вам интересен, проходите тест-драйв. Смотрите, щупайте вживую. Подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канала. Ведь там всегда выходит гораздо больше новенького, интересного. Коротенький видеосюжет я там делаю. Есть что посмотреть и отписаться вы всегда успеете. Пишите ваше мнение в комментарии. Как вам вот эти сегодняшние перебивки? Зашли или не зашли? Понравятся? Буду продолжать и делать еще больше. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Всем пока. Пока.